Как приучить щенка к лотку с наполнителем? Радость от появления хвостатого питомца в семье безмерна. Хозяин получает истинное удовольствие, наблюдая за тем, как песик взрослеет. Но что делать, если малыш становится взрослым псом, а детские проблемы остаются? И вот уже вместо умиления собака начинает вызывать раздражение, которое может привести к тому, что мохнатый друг отправится по рукам. Или вовсе окажется на улице. Можно ли приучить собаку к лотку, чтобы избежать подобных проблем? Почему собаки могут гадить дома? Чтобы как можно скорее решить проблему, нужно разобраться, какие причины лежат в ее основе. Кинологи выделяют около 10 возможных поводов, почему собака может гадить дома. Они могут быть физиологической или психологической природы. Как приучить щенка к лотку? Физиологические причины. Щенок еще слишком маленький, у него попросту не сформирован этот навык. Нарушение. Функции мочеполовой системы, такое как простуда, может спровоцировать мочеиспускание. Одной из причин того, что пес начинает гадить. В квартире, неправильно подобранный корм. Птичка или беременность также может вызвать у собаки позывы немедленно опорожнить мочевой пузырь. Психологические причины. И щенок, и взрослая собака могут таким образом выражать протест против долгой разлуки. Например, когда хозяин на длительное время оставляет пса в одиночестве, отправляясь на работу. Глубокая обида или ревность также может быть причиной того, что собака начинает справлять нужду в квартире. Зачастую щенок или даже взрослый пес может описаться от страха. Или внезапного шумового эффекта. Такая индивидуальная особенность питомца, как повышенная эмоциональность. Обычно она обусловлена чрезмерной привязанностью собаки к хозяину и может проявляться в виде лужнопола при встрече с ним. Стрессовые. Ситуации, такие как появление нового члена семьи или переезд в другой дом, могут вызвать поведенческие расстройства в виде спонтанного. Мочи испускания и лидофикации. Лоток. Важный собачий аксессуар. Нужен ли собакам туалетный лоток? Заводчики четвероногих друзей делятся на два лагеря, одни являются приверженцами использования этого аксессуара, другие – яростными. Противниками применения домашнего туалета для собак. По-своему, каждая из этих противоборствующих сторон права. С одной стороны, лоток дома – это настоящее спасение, если малыш еще слишком мал и не приучен к справлению нужды на улице. Собака. Находится на карантине да или после прививки. Пес болен и физически не может выгуливаться на улице. С другой стороны, специалисты указывают на то, что приучение пса к лотку – это путь в никуда, так как питомец мгновенно привыкает к тому, никаких усилий для прогулки. К сведению, постепенно животное утрачивает навык терпеть нужду от выгула к выгулу, обрекая хозяина на постоянную необходимость следить за свежестью наполнителя лотка и чистотой места вокруг него. Болезнь – одна из причин того, что собака ходит в туалет в лоток. Как выбрать лоток и место для туалета? Сегодняшний заорынок предлагает чрезвычайно большое количество лотков для собак. Перед тем, как выбрать лоток, необходимо оценить пространство. В целях его экономии нужно покупать угловой лоток. Что касается потребностей питомца, то следует учесть следующие рекомендации. Юным щенкам и пожилым собакам более всего подойдет лоток. С возможностью часто менять пеленку-вкладыш. Это обусловлено тем, что эти категории собак чаще нуждаются в естественном справлении нужды. Для кобелей необходимо выбирать лоток с высокими бортиками. Для сук можно выбрать домашний туалет с низкими бортами. Представителям мелких пород собак, таким как чихуахуа, той терьер или йорк. Отлично подойдет лоток с наполнителем в виде гранулята. Шпиц среди мелких собачек считается частюлей. Ему стоит предложить лоток с решетчатым дном, чтобы лапы оставались сухими. Наполнитель для лотка. Наполнитель для собачьего лотка может различаться по составу, весу, величине гранул и запаху. Важно! Прежде чем запасаться наполнителем в крупных масштабах, следует выяснить предпочтение питомца. Для этого можно приобрести несколько вариантов наполнителя в мелком фасовочном пакете и поочередно предлагать собаке. Глиняный наполнитель. Главное преимущество этого наполнителя, его натуральность, отличная впитываемость и относительно невысокая цена. К недостаткам относят плохую способность глиняного наполнителя образовывать комочки. После того, как питомец сходит в туалет, скорее всего, его нужно будет полностью сменить. Комкающийся наполнитель. Этот наполнитель немного дороже, чем аналогичное из глины, но зато его расход приятно удивит экономного хозяина. Влага, попадая на поверхность наполнителя, моментально впитывается и образует комочки, которые нужно просто убрать специальным совком. Обратите внимание, менять полностью наполнитель необходимости нет. Силикагелевый наполнитель. Казалось бы, силикагелевый наполнитель, идеальное содержимое для собачьего туалета. Прозрачные гранулы превосходно впитывают запах, отлично комкуются и не растаскиваются по всему дому любимым питомцам. Однако у такого наполнителя тоже есть недостатки. Во-первых, силикагелевые гранулы имеют свойство шуршать под лапами, что может вызвать у четвероногого друга оторжение или даже страх. Во-вторых, такой наполнитель очень дорого стоит. Силикагель – один из видов собачьего туалета. Древесный наполнитель. Один из самых бюджетных вариантов наполнителя собачьего туалета. Его главное преимущество заключается в том, что его можно утилизировать прямо в канализацию, не боясь засорить сточную трубу. Такой наполнитель неплохо справляется с запахом и влагой. Однако и у него есть существенный недостаток, который способен перекрыть все достоинства, собака быстро разносит опилки на лапах по всему дому. В каком возрасте начинают приучение щенка к туалету? Как научить щенка ходить в лоток – вопрос, который волнует абсолютно всех заводчиков. Хозяину следует запастись терпением, так как малыш на первых порах будет оставлять лужицы и кучки везде, где придется. К сведению, опыт собаководов говорит о том, что оптимальный возраст для приучения щенка к лотку – два месяца. Главное в этом деликатном деле – выбрать правильную стратегию. Приучение к лотку щенков разных пород. Выбор стратегии приучения собаки к домашнему туалету во многом зависит от особенности породы. Ниже речь пойдет о мелких собаках, так как трудно представить хаски предпочитающую ходить в туалет дома. Чихуахуа. Практика показывает, что эти малыши предпочитают самостоятельно выбирать место для туалета. Чаще всего оно у входной двери, под окном или рядом с балконом. Первоначально следует установить лоток именно в то место, которое песик выберет сам. Важно, когда малыш полностью освоится со своим деликатным аксессуаром, можно начинать аккуратно двигать лоток в направлении постоянного места. Йорк. Приучить щенка к лотку просто, особенно если это йорк. Отличительной чертой этой породы является то, что малыши отлично распознают человеческие интонации и кроме того, очень преданны хозяину. Этим стоит воспользоваться. Если питомец правильно сходил в лоток, его нужно обязательно похвалить и угостить вкусняшкой. Хвалебные интонации и вкусное подкрепление довольно быстро дадут свои плоды. Шпиц. Как приручить собаку шпица к лотку. На освоение этого навыка у малыша может уйти до 3-4 месяцев. Это объясняется тем, что щенок воспринимает лоток как игрушку. В этом случае щенку надо терпеливо давать понять, что это приспособление немного для других целей. Важно, ругать собачку ни в коем случае нельзя. В противном случае у нее закрепится понимание того, что лоток – это что-то плохое, и отношения с домашним туалетом могут вовсе не сложиться. Шпиц – одна из наиболее трудно приучаемых к туалету пород собак. Как себя следует вести в случае промашки и чего не следует делать. Как приучить щенка к лотку, вполне понятно. Но как быть, если собака уже довольно взрослая, а навык пользоваться лотком так и не сформировался. Это вовсе не означает, что пес безнадежен. Просто в этом случае хозяину следует понимать, что путь к домашнему собачьему туалету не будет легким. Необходимо запастись терпением и следовать следующим рекомендациям. Желательно, чтобы питомец всегда находился в поле зрения хозяина. Это позволит быстро определить, что пес хочет в туалет. Кормить собаку следует в одно и то же время. Следует подобрать собаке такой лоток, чтобы она не испытывала дискомфорта. Следует терпеливо объяснять четвероногому другу, зачем именно нужен лоток. Можно воспользоваться хитростью, положив пеленку или салфетку, смоченную в моче питомца. Если песик справил нужду в положенном месте, следует обязательно похвалить друга и угостить лакомством. Если собака опорожнилась мимо лотка, не следует ее наказывать. Нужно интонационно дать понять питомцу, что это плохо. Затем нужно подвести пса к лотку и интонации и показать, что лоток – это хорошо. Нужно следить за чистотой домашнего туалета. Неприятный запах может отбить охоту у питомца справлять нужду в домашний туалет. Никогда не следует кричать на собаку и уж совсем. Недопустимо применять к ней физическое насилие. В противном случае деликатная проблема не только не исчезнет, но и разовьются сложные психологические комплексы. У каждого заводчика свой опыт того, как приучить собаку ходить в туалет в лоток. В этом вопросе главное – запастись терпением, и у четвероногого любимца все непременно получится.